У меня очень сильно по всему функционально, и у Ермошенко не было никаких проблем. Тренируется в миссии с Астасом Казанцевым, нашим большим другом, товарищем. В Китае Александр Ермошенко проиграл местному, прошу прощения, в Китае проиграл чемпион мира по тайскому футбоксу Ивану Григорьеву. В Таиланде на фото спорниров, не знаю право, что было в соревновании, лоутиков наклаутировал местного спортсмена. И, конечно же, такое выдающееся достижение, потому что накрутировать тайцев в пиках в Таиланде, это надо очень сильно постараться. Да, и тоже такая интересная подробность, когда готовился, увидел, что в 2013 году Александр Ермошенко боксировал на пункте Москвы с Абдулой Беделовым, тренером, которого мы давно видели, тренера Рашиду Салехову. В чем закончился их подбой? Абдула в игру пачка. Иван Иван Григорьев. Девушки отдыхают из России, пожалуйста, делайте звезды, Ислам Кроздифьев! Очень уверенно разобрался с ним на турнире KLK, то есть King of Kings, проиграл техническим нокаутом Даниэльо Александро, ему тогда очень сильно пробили бедро, тоже помню тот бой прекрасно, но там Ислам Кроздифьев показал характер, сражался до конца, и, по-моему, там пару нокдаунов было от ударов бедро, все равно вставал и шел, но в итоге не стюжил, и представляет Ислам Кроздифьев! Александр Гермош! Рекорд поснев dripping over Errolendwo, заяцкая кто везет appe- fait 1,10球, 1 teamorial, ANDROR3 Merci! Александр Гермош! Александр Гермош! Александр Гермош! Веса достаточно высокая. Рефери в ринге Сергей Семенов. Поправим К1. Позатылфу не бьем, не клинчуем. Углом. Удачи! Проследнее приготовление перед началом первого раунда. Бой начался. Практически без разведки у паскотина переходит к активным действиям. Разменным ударом. Ну и мы слышим сразу же группу поддержки. Я так подозреваю, что по традиции подтянулся очень солидный десант от Варяга. Потому что Кубинский клуб всегда славился тем, что поддерживал своих спортсменов по полной программе. И посмотрите. Такое начало действительно левый боковой подпускает Ислам. И Александр сам попадает. И сам пропускает. Потом сам обменник коленом Кулбича слева. В исполнении Александра Гермошина. И лоу-фит на столе. Чтобы обратить внимание, Ислам это характерный загад. Чёрный, а всё тело вверх. В чём? Странно что-то. Вот футболка, значит. Загоревшая. Продолжается очень активная, очень плотная работа. Хорошо правой через руку пробивает Александр Гермошин. Левый боковой у него проходит. Много-много пока пропускает Ислан Каждидиев. Какого спортсмена можно спеть? Такой обоюдный обмен. Я, если честно, уже со счета сбился. Сколько нанес туда. Точнее, кто сколько. Какие удары достигнут цели. Не волшим! 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 Сейчас был такой акцентированный удар по корпусу. В том числе Александра по печени. Или ещё один удар по печени. Местных ударов в голову. И какое-то количество ударов прилетает в обратную сторону. И Александр в дополнительную результат. В общем, все запутывается. Колено хорошее, тут же право-боковое восполнение Ислама Хозельдиева. Да, очень плотный поединок на первых парах, левый сбоку от Ислама доходит до цели. Опытка обозначить прямой удар в кокс. Вот такая комбинация, такая заготовка, левого хорошее, право-боковое, право-боковое. И вот сейчас даже видно было, что Ислама готовит бэкферридзе. Он так отставил на руку. Встречает сейчас передней рукой на джебе, держит соперника Ислама Хозельдиев. Тут же идет вперед Александр Ермошин, колено, еще одно. Левый сбоку. Сергей Живна сразу же делает подтверждение о том, что плечи можно наносить только один удар коленом. Очень плотный первый раунд Ислама увидели, но крайне плотный. В углу у Ислама Хозельдиева мы видим справа Хасан Халиев. Один из братьев Халиева. Великолепный боксер. А также, конечно, Адама Халиева и Усейна Халиева. Бойцов и смешанных единоборств. И кикбоксинга, да. И кикбоксинга, да. И кикбоксинга, и даже в Хэк Мандо, как мне казалось. Кто-то из братьев. По-моему, Адам Халиев помнит этот самый. Кудо. Кудо, да. Но великолепные удары ногами просто фантастические, сумасшедшие. Сейчас мы видим, что колено остренькое у Александра. Да, безусловно. Но и он два раза ударил коленом в клинче в захвате. Ну и также мы видим в углу у Ислама Хозельдиева со Шламбека Исраилова. Да, да, да. Это матчмейкер турнира ACB. Сейчас выполняет функция Катмана. Почему нет? Каково RG. Три оценки Shas prolonged emotionally подходят, Варяг может. Почему нет? Может для разнообразия. Но может ли посмотрим в конце поединка. Пока Александр Ермошен поддавлен. На выходе из клинча опять левый сбоку восклинили Александра. Ислам Дюгей пока работает вторым номером. По турнице Ермошен. И опять же визуально. И не только логически, но и физически. Когда побеждал Александр. Потому как он занялся в центре. Он отопровал. Он практически запер. Ислам Дюгей. В висок попал по моему Александр Ермошен. Сначала в висок, а потом за ухо туда. Очень тяжелые были удары. И два подряд отпустил. Ислам Дюгей. Сейчас самое главное не кидаться. Потому что именно в такие секунды. Бывают контр-выпоты. Когда спортсмены сами оказываются в нокдауне. Хотя вроде сейчас они били и победа была. Да. А ведь еще боксировать две минуты. Но чуть меньше. Ислам Дюгей правильно делает. Что не форсирует события. Ислам Дюгей не бежит во что бы то ни стало брать реванш. Использует время для восстановления. И Александр Ермошен обратил внимание. Не старается во что бы то ни стало добить. Просто так же работает. Это очень трагматичное действие. И сейчас Александр Ермошен. Неизвестно в каком состоянии. В каком состоянии находятся спортсмены. Так как Ислам благополучно огнязался. Выкидали удары. Попадал. Так вот. После нокдауна. Некогда добивать своего оппонента. Спортсмен может восстановить. Он вполне уже может показывать. Что это тяжело. Но на самом деле он уже восстановил. Все. Кто и ждет момента. Покинуть его добивать. В этой активности. И подловить своего визави. Чистый Водорч. Ярчайший пример вот такой вот практики. Баттер Хай. Неоднократно после нокдауна вставал. Игрол уже не только. Сейчас хорошо обменялись так. С любезностями. С любезностями. Правильное слово. Правая через руку опять проходит у Александра Ермошина. Пытался пробить левый нокрой по печени. Ислам. Оу. Левый сбоку в уставлении Ислама после Девдеева. Трекнул прилично такого соперника. И ответил достойно Александра Ермошина. Что у Ислама голова дергалась. Суббосики. Охот. 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 Свадебные удары пошли, урландский паб демонстрирует Владислава Продюрке, а в то время он-то всего-то по раунду пошел, еще один минутец, форсировался. Кто-то потерял капу, капу кто-то потерял. Кто-то из спортсменов потерял капу, бой будет остановлен. Продолжается поединок. Отлично, фантастика, блистательный удар ногой в голову в исполнении слава кожи. Диевы отправляется в тяжелый макдаун. Посмотрите, на партных ногах стоит сейчас Александр Ермошин. Едва ли он понимает, где находится сейчас в риге. Сергей Жемна отчитывает этот макдаун. Ну, какой красавец, а. По-моему, надо останавливать. Все, давай остановим. Конечно, он уже не видел ничего. Вот вам характер, да? И характер, Роман, это то, что я тебе говорил. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Ни в коем случае нельзя отработать. Знаешь, что, отбывать свой номер. Ну, вроде как был нокдаун, вроде как беду по итогам франка. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Нужно работать до конца. Это был удар на голубой. Ну, все. И один из окон. Великолепно. Вот это и перейдет. Да, было истинно. Хотя... Хотя по итогу, вот если бой закончился без нокаута, ну, наверное, Александр... Да, 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 мне кажется, Александр был выигрывал, но... Да, 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 да. Мне кажется, Александр был выигрывал, но... Как тяжело вперед упал прямо Александр Ермошин после пропущенного удара. И вот этот удар, который наносится ногой в голову из клинча, да, вот такое ощущение, что нога из кармана откуда-то вытаскивается и бах туда. Мне даже показалось, что... Я сначала не понял, так как был закрыт спортсменами, что это был за удар. Мне показалось, что удар пришелся в корпус, думаю, чего же он. Вот сейчас мы видим этот момент. Левый прямой, левый боковой. Ну, пошел уже добивается, уже идет добивание. Конечно, да, Александр Ермошин ничего не видит. И, разумеется, уединок был остановлен абсолютно правильно.